Давайте прочитаем второе послание Тимофею, первую главу 6-7 стихи вместе вслух. Второе послание Тимофею, первая глава 6-7 стихи. Готовы? По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия. В расширенном переводе Библии это звучит так. Ибо Бог дал нам не духа боязни, робости, страха и неуверенности, но Он дал нам духа силы, любви и здравомыслия, самоконтроля. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, как победить страх нищеты. Как победить страх бедности? Если вы смотрите телевизор, то согласитесь со мной. Порой кажется, что службы новостей работают на сатану. Они постоянно напоминают о том, в какое трудное время мы с вами живем. Вы постоянно слышите, что какая-то компания закрылась, и столько-то человек осталось без работы. Индекс Доу Джонса опустился. Поток информации, который обрушивается на нас, это слова, которые производят страх. Если мы научимся не зацикливаться на этом, мы будем победителями, как и обещает нам Божье Слово. Я хочу, чтобы вы кое о чем задумались. Бог не дал нам духа страха. Скажите «нет» вместо страху. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что если вы миритесь со страхом, вы тем самым заражаете свою веру. Каким бы ни был этот страх, он будет влиять на вашу веру. Страх и вера действуют на основе одних и тех же принципов. Страх — это подделка веры. Страх — это подделка веры. Помните, в школе вы говорили о противоположных числах. Они являются точной противоположностью друг друга. Они одинаковые, но при этом с противоположным знаком. Сначала была вера. Подделка — точная противоположность веры. Это страх. И при этом страх и вера действуют одинаково. Вера приходит от слышания. От слышания Слова Божьего. И страх тоже приходит от слышания. Но он приходит от слышания того, что противоречит Божьему Слову. Без веры невозможно угодить Богу. А без страха невозможно угодить дьяволу. Вы должны понимать, что если вы хотите увидеть реализацию Божьего Слова в вашей жизни, вам нужна вера. Поймите, то, чего вы боитесь больше всего, то и постигнет вас. Страх, так же как и вера, делает ожидаемое реальным. Что сказал Иов? Книга Иова 3.25. То, чего я боялся больше всего, чего я боялся, то и постигло меня. Сегодня я хочу, чтобы вы задали себе вопрос. Чего я больше всего боюсь в жизни? Чего я больше всего боюсь в жизни? Страх — это не что иное, как зараженная вера. Вот что это такое. Это вера со знаком минус. Это зараженная вера. Со страхом мириться нельзя. Кто-то скажет, что страх — это естественное состояние человека. Это не так. Бог создал все естественное. Если бы страх был естественным, то Бог дал бы нам страх. Но Божье Слово ясно говорит, что Бог не дал нам дух страха. Бог против всего неестественного. Нельзя утверждать, что страх нормален только потому, что каждый человек чего-то боится. Я не буду избавляться от страха, потому что страх естественен. Это не так. Бог не дал нам духа страха. Страх пришел не с небес. Он не от Бога. Вот где у нас проблема. Почему мы об этом говорим? Как вера приходит от слышания слов, так и страх приходит от слышания слов. А теперь спросите себя, что я слушаю? Слушаю ли я слова, которые подпитывают мои страхи? Включаю ли я телевизор, чтобы посмотреть программы, в которых постоянно говорят о людях, потерявших работу? И я так часто смотрю это, что уже начинаю бояться потерять работу. Мой страх разрастается настолько, что это может сделать ожидаемой реальностью. Вот почему мы говорим об этом. Сатана не может действовать в вашей жизни и против вас, если вы не открыли ему дверь в вашу жизнь, дверь страха. Там, где страха нет, Сатана действовать не может. Если вы не боитесь, то Сатана парализован. А если вы не верите Богу, он тоже не может действовать. Если вы боитесь, у Бога связаны руки. Послушайте меня. То, что происходит с вашей верой, отражает происходящее с вашими страхами. О, вы маловерные! Почему у вас нет веры? Где ваша вера? Это слова о вашем страхе, друзья мои. Послушайте. Нет страха, нет места для действия дьявола. Можно сказать, что Сатана практически парализован, если не может заставить вас жить в страхе. Без страха он бессилен. Если в вашей жизни что-то идет не так, проверьте все сферы вашей жизни. Где притаился страх? Чего вы боитесь? Ведь дьяволу как-то удается проникнуть в вашу жизнь. Как-то же эти неприятности продолжают происходить с вами. Проверьте, нет ли страха. Там, где есть страх, всегда есть сомнения. Там, где страх, там и неверие. В Евангелии от Матфея, 13 главе, в 58 стихе мы читаем, что Иисус не смог совершить там великих чудес из-за их неверия. Он не мог совершать чудеса из-за неверия людей. Иначе говоря, Он не мог совершать великие дела из-за их страха. Ведь страх и неверие всегда вместе. Почему я так уверен? Страх, который сатана больше всего хочет внушить верующим, это страх того, что обещанное Богом в его слове не исполнится. Это страх номер один. Он хочет, чтобы вы боялись, что написанное филиппийцем 4.19, где написано, что Бог восполнит все ваши потребности по богатству своему в славе, не исполнится. Это то, что сатана делал на протяжении многих веков. Он хочет противостать Божьему слову, используя ваши эмоции. Он стремится убедить вас, что Божье слово не работает. Сейчас Библия — это книга, которую читают меньше всего, потому что люди не верят в нее. Они сомневаются в истинности того, что там написано. Они не уверены, что Бог не исцелит их, как обещает Библия. Они боятся, что Бог не позаботится о них, как обещает Библия. Они боятся, что Бог не восполнит их потребности, как обещает Библия. И что теперь происходит? Люди коронуют себя богами своей жизни. Они боятся, что Божье слово не будет работать. Они закрывают Библию, превращают ее в книгу для хранения свидетельства о рождении, других документов. Прячут там деньги, потому что уверены, что там их точно никто не найдет. И все из-за страха, что написанное в Божьем слове не исполнится. Если вы боитесь, что Божье слово не исполнится, значит, вы пребываете в неверии. Вы говорите, я не верю, что это исполнится. И если сатане удается загнать вас в неверие, вы автоматически погружаетесь все глубже. Неверующих людей нет. Почему? Потому что все во что-то верят. Все во что-то верят. Вы, возможно, не верите в то, во что верю я. Но вы во что-то верите. Вы не можете быть неверующим. И мы должны понимать, что там, где есть неверие, там будет и страх. Они крепко связаны. Они даже в ад идут вместе. Откровение 21.8. Там написано, что боязливых и неверующих участь гореть в озере Огненном. Они всегда связаны друг с другом. Они идут рука об руку. Страх и неверие. Если вам трудно определить, где в вашей жизни есть страх, тогда сделайте шаг назад и выявите сферы вашего неверия. Выявите те сферы, в которых у вас нет веры. Когда вы говорите, «Я не верю, что Бог может исцелить меня», вы тем самым говорите, «Я боюсь, что Он не сможет сделать этого». Когда вы говорите, «Я не верю, что Бог будет заботиться обо мне», вы тем самым говорите, «Я боюсь, что Бог не сможет позаботиться обо мне». Когда вы говорите, «Я не верю, что Бог сможет защитить меня, от душевных ран, меня сильно ранили три раза, и поэтому теперь я уже сам постараюсь защитить себя. Я не верю, что он позаботится обо мне. Знаете, что вы этим говорите? Я боюсь, что Бог не сможет это сделать. В мире даже есть поговорка для этого. На Бога надейся, а сам не плашай. На самом деле мы говорим, я не верю, что Бог может помочь мне. Мне нужно самому помочь себе. Корень всего — страх. Неверие основано на страхе. Во что в Божьем слове вы не можете поверить? Когда я понял это, я принял решение. Я верующий. Я буду верить Богу, когда трудно верить. Я буду верить Богу, даже когда хочется плакать. Я буду верить Богу, когда мне больно. Я буду верить Богу, когда не буду знать, откуда придет кусок хлеба. Я буду верить Богу и не позволю дьяволу войти в мою жизнь через страх. Он хочет проникнуть в мою жизнь. А я знаю, что пробраться он может лишь одним способом, и я не пущу его. Я закрыл и черный вход, и парадный подъезд. Я закрыл все окна, я не пущу тебя в свою жизнь, дьявол. Я принял решение, я бы назвал эту проповедь так, больше не буду бояться. Повернись и скажи, я больше не боюсь. Эти слова станут вам ближе после этой проповеди. Только так он может проникнуть в вашу жизнь. Я нашел способ парализовать его. Я нашел способ связать его навсегда. Но при всем при этом я должен быть честен с собой. Господи, во что я не верю. А у вас бывали моменты, когда, глядя на своих детей, вы думали, они в такой трясине, что я не верю, что даже Бог сможет им помочь. Тем самым вы говорите, Господи, я боюсь, что ты не сможешь. Вместо этого вы должны сказать, Господи, я доверяю тебе. Даже глядя на безрассудство ваших детей, вы должны сказать, я все равно доверяю тебе, Господи. Когда у вас нет денег, чтобы платить по счетам, вы говорите, Господи, я все равно доверяю тебе, я даю десятину, я жертвую, я делаю все, что ты говоришь, и я доверяю тебе. Я должен верить, что увижу благость Господа на земле живущих. Я могу представить, как дьявол нападает на Давида, но он говорил себе, я должен верить, что увижу благость Господа. Я не знаю, что сейчас творится в вашей жизни, но вы должны верить, что увидите благость Господню на земле живущих. Для этого не нужно умирать. Вы сможете увидеть его благость сейчас, но для этого потребуется стойкость, способность верить Божьему Слову даже тогда, когда обстоятельства противоречат вашим надеждам и ожиданиям. О Иисус, Бог найдет выход из ситуации, из которой не видно выхода. Я буду побеждать, когда будет казаться, что я проигрываю. Что вы делаете? Вы продолжаете верить Богу, и тем самым вы противостоите дьяволу. Я не открою для тебя дверь. Я знаю, что ты только и ждешь, чтобы я перестал верить. Я знаю, что ты только и ждешь, чтобы я испугался. Не надейся, я тебя не пущу. Если мне всю ночь придется говорить слова веры, я буду делать это. Если мне придется молчать всю ночь, чтобы ты не вошел, я сделаю это. Я принял решение. В Боге мы движемся, в Нем движемся и в Нем существуем. И я верю Богу. И я доверяю Ему полностью. Но знаете, никто не положит перед вами красную ковровую дорожку. Сатана всегда будет стараться заставить вас открыть для Него дверь в вашу жизнь. И войти он может лишь через ваш страх, через ваше неверие. Как только вы скажете «Я не верю», что Бог может сделать то, что обещал, войдет сатана и предложит вам что-то взамен. Он делает это постоянно. Итак, вы должны быть осторожны с тем, что вы слушаете. Нельзя с утра до вечера слушать новости. Жертвами массовых увольнений стали еще 35 тысяч человек там-то. 5 тысяч там-то. Неудачный день на Уолл-стрит. И вот вы это слушаете, слушаете, а потом идете на работу. Господи, помилуй. Никто ничего не слышал? Слава Богу, я ожидаю роста в своей жизни. Я ожидаю роста. Знаете, на этой неделе нам позвонили из газеты. Они сказали, до нас дошла информация, что Крефла Доллар купил торговый центр. Мы хотим знать, что он планирует с ним делать. Мои помощники позвонили мне и спросили, «Ты купил торговый центр?» Я ответил, «Не знаю, не знаю». Возможно. Возможно. Ведь моя вера действует. Моя вера работает. Слава Богу, вполне возможно. Может быть, кто-то купил мне торговый центр и не успел мне об этом рассказать. Я спросил Тэффи, «Ты не покупала торговый центр?» Слава Богу, моя вера работает. Я не буду бояться. Скажите, «У меня больше веры до избытка. У меня нет страха нищеты». Как же мы побеждаем страх нищеты? Как нам его победить? Пастор, ведь мы же люди. Позвольте мне напомнить, что вы не простые люди, а люди, в которых живет Святой Дух. А это делает вас необыкновенными. Слава Иисусу! Так как же мне бороться с этим копошащимся страхом, что однажды я буду нуждаться? Что однажды бедность постучится и в мой дом, как она стучится в дома других? Прежде всего, мы христиане, и мы верим Божьему Слову, и этим мы живем. Мы верим Божьему Слову и живем верой. Прежде всего, нам нужно узнать, что Божье Слово говорит о нужде. И мы будем держаться того, что Божье Слово говорит о нужде. Если Божье Слово говорит «Готовьтесь!» Грядет нужда, тогда мы должны готовиться. Но Слово говорит, что мы искуплены от нищеты, и цена крови Христа заплачена за то, чтобы мы были свободны от нищеты. А значит, мы будем верить этому. Давайте посмотрим, как Бог поступал в этом вопросе в прошлом. Давайте откроем Второзаконие, вторую главу. Все слышали, какую главу? Второзаконие, вторая глава. Слава Богу! Аллилуйя! Я жду лучшего. Пришло время пользоваться всеми Его дарами. Пришло время искупить время. Вы справитесь со своей трудной ситуацией и будете в лучшем состоянии, чем то, в котором вы были, когда попали в нее. Бог готовится войти в вашу жизнь. Он старался поднять вас. И даже если вы потеряли работу, знайте, что у Него есть нечто лучшее. Бог знает, как вас поднять. Перемены приходят не с востока и не с запада. Перемены приходят от Господа. Пройдет совсем немного времени, и вы будете танцевать в своих домах, прославляя Господа. Смотрите, что сделал Господь. Извините, я немного увлекся. Второзаконие, вторая глава. Седьмой стих. Это слова о тех годах, которые израильтяне провели в пустыне. Смотрите, что написано в седьмом стихе. «Ибо Господь, Бог твой, благословил тебя во всяком деле рук твоих». Я хочу, чтобы вы отложили карандаш в сторону и подняли свои руки прямо перед собой. Посмотрите на них. Глядя на эти руки, изреките пророчество. «Эти руки благословлены Богом всемогущим. Господь Бог благословил меня во всех делах рук моих. Я благословен». В седьмом стихе написано, «Покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот сорок лет Господь, Бог твой, с тобою». Как долго? Сорок лет. И сорок лет ты ни в чём не терпел недостатка. Теперь вы видите, что Бог сделает это для вас, по крайней мере, на сорок лет. Теперь вы можете сказать, «Если ты мог сделать так, что они не имели нужды на протяжении сорока лет, то я могу верить, что ты сделаешь то же самое для меня, по крайней мере, на сорок лет». И начните сегодня. Сорок лет в пустыне. Вы и ваша семья сорок лет в пустыне. Он позаботился, чтобы у них ни в чём не было нужды. Ни в чём не было нужды. Ни в чём. А у вас есть дом, есть работа, есть машина. Я не говорю о тех случаях, когда человек говорит, «Я бедствую». Почему? Я хотел купить четвёртую машину, а Бог мне не дал. Ты ничего не понимаешь. Тебе нужно кое-куда съездить. И когда ты съездишь и вернёшься, тогда ты поймёшь, «О, оказывается, я благословнён». «Поезжайте в Бразилию, где мы строим пять тысяч домов. Там такие прекрасные люди. Я покажу фотографии». Когда я приехал туда впервые, я увидел дома, стены которых сделаны из бумаги. Я ходил по грязи. В маленьких комнатушках жили по 15-18 человек. Я не мог на это смотреть. Как я могу, увидев всё это, и имея такие благословения, просто повернуться и уехать домой? Я не знал, что они снимали, но они записали на видео, как я сказал этому человеку, «Я буду твоим партнёром и помогу тебе построить все эти дома». Он спросил, «Что ты имеешь в виду? Мы оплатим строительство этих домов. В этом месяце мы отправим ещё 50 тысяч долларов, чтобы они построили ещё несколько домов. Строительство одного дома там обходится в 3 тысячи долларов. Мы будем строить им дома, чтобы они выбрались из грязи и жили в настоящих домах». Я помню, как я вошёл в первый построенный дом. Мой сопровождающий сказал, «Живущий в этом доме женщине, это человек, который помог оплатить строительство твоего дома». Она сказала, «Всегда, когда будешь приезжать в эту страну, я буду рада, если ты будешь останавливаться у нас, в моей семье». Я был так растроган. Послушайте, друзья, Бог желает благословить вас. Почему Он желает благословить вас? Чтобы вы были благословением. Не впускаете жадность. У вас уже три или четыре машины, а вы хотите десять. И когда Бог не позволяет вам купить десятую, Бог не печётся о моих нуждах, я бедствую. Я помню, как однажды видел по телевизору проповедника, у которого не было ни рук, ни ног, и он проповедовал о радости. Когда я выключил телевизор, я сказал, «Оказывается, у меня вообще нет никаких проблем». Какие проблемы? У этого человека нет ни рук, ни ног, и он проповедует о том, что радость в Господе его сила. Представьте себе. Иногда нужно просто куда-то съездить. Хотя бы выехать из своего района, закрыть свою машину и прогуляться. Вам нужно проехать в автобусе, отнести еды нищим. На прошлой неделе мы дали служению на корме голодных, воспользоваться нашими автобусами. Вот что нам нужно. Нужно побеждать Божьей любовью. Людей нужно любить. Людей нужно кормить. Людей нужно одевать. Нужно заботиться о людях. Зачем? Чтобы у Бога была причина благословлять эту общину большим. Они были в пустыне 40 лет и ни в чем не нуждались. Но заметьте, они не покупали новую одежду каждую неделю. Знаете почему? Написано, что одежда, в которой они были, не ветшала. Обувь, которую они носили, не снашивалась. Вот о чем я говорю. У нас неправильное понимание того, что значит нуждаться. Даже если мне придется всегда носить один и тот же костюм, я не против, если он не потеряет вид и форму. Но кто-то скажет, мне нужен новый костюм. Почему? Потому что мне надоело носить один и тот же костюм. Представьте себе, как бы трудно пришлось в пустыне нашим модницам. Эй, Тефи, как там у тебя дела? Я совсем забыл, что она тоже здесь. Я надеюсь, вы меня понимаете. Поймите меня правильно. Ладно, прошу прощения. Имейте правильное представление о том, что такое нужда. А что причуды? Ладно. Луки, 9 глава. Луки, 9 глава. Я хочу кое-что вам показать здесь. Иисус впервые отправляет 12 учеников. Он пытается научить их не бояться нищеты. Он пытается научить их тому, что Бог их источник. И он позаботится о них. Итак, он дает наставление 12 ученикам. Будем читать с 3 стиха. Луки, 9 глава, 3 стих. И сказал им, «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды». Я делаю здесь паузу. А разве ученики Христа не должны быть бедными? Если бы они были бедными, Иисусу не пришлось бы говорить о том, чтобы они не брали лишнего, ведь им нечего было бы взять. А он сказал, «Не берите ни посох, ни сумку, ни хлеба, ни денег, и не берите костюмчик на смену». Четвертый стих. Четвертый стих. «И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Вы должны понимать, что здесь происходит. Ученики отправились в путь. Они отправились по двое. Иисус сказал им, «Не берите ни посоха, ни сумы, ни пищи». Никакой пищи. Это значит ни сникерсов, вообще ничего. Возникает очевидный вопрос. А что же мы будем есть? Второзаконие, вторая глава. Седьмой стих. Это слова о тех годах, которые израильтяне провели в пустыне. Смотрите, что написано в седьмом стихе. «Ибо Господь, Бог твой, благословил тебя во всяком деле рук твоих, я хочу, чтобы вы отложили карандаш в сторону и подняли свои руки прямо перед собой. Посмотрите на них. Глядя на эти руки, изреките пророчество. Эти руки благословлены Богом всемогущим. Господь Бог благословил меня во всех делах рук моих. Я благословен». В седьмом стихе написано, «Покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот сорок лет Господь Бог твой с тобою». «Как долго?» «Сорок лет». И сорок лет ты ни в чём не терпел недостатка. Теперь вы видите, что Бог сделает это для вас по крайней мере на сорок лет. «Теперь вы можете сказать, если ты мог сделать так, что они не имели нужды на протяжении сорока лет, то я могу верить, что ты сделаешь то же самое для меня. По крайней мере, на сорок лет. И начните сегодня». «Сорок лет в пустыне». Вы и ваша семья сорок лет в пустыне. Он позаботился, чтобы у них ни в чём не было нужды. Ни в чём не было нужды. Ни в чём. А у вас есть дом, есть работа, есть машина. Я не говорю о тех случаях, когда человек говорит, «Я бедствую». Почему? Я хотел купить четвёртую машину, а Бог мне не дал. Ты ничего не понимаешь. Тебе нужно кое-куда съездить. И когда ты съездишь и вернёшься, тогда ты поймёшь, «О, оказывается, я благословнён». «Поезжайте в Бразилию, где мы строим пять тысяч домов. Там такие прекрасные люди. Я покажу фотографии». Когда я приехал туда впервые, я увидел дома, стены которых сделаны из бумаги. Я ходил по грязи. Я ходил по грязи. В маленьких комнатушках жили по 15-18 человек. Я не мог на это смотреть. Как я могу, увидев всё это, и имея такие благословения, просто повернуться и уехать домой? Я не знал, что они снимали, но они записали на видео, как я сказал этому человеку, «Я буду твоим партнёром и помогу тебе построить все эти дома». Он спросил, «Что ты имеешь в виду? Мы оплатим строительство этих домов. В этом месяце мы отправим ещё 50 тысяч долларов, чтобы они построили ещё несколько домов. Строительство одного дома там обходится в 3 тысячи долларов. Мы будем строить им дома, чтобы они выбрались из грязи и жили в настоящих домах». Я помню, как я вошёл в первый построенный дом. Мой сопровождающий сказал живущей в этом доме женщине, «Это человек, который помог оплатить строительство твоего дома». Она сказала, «Всегда, когда будешь приезжать в эту страну, я буду рада, если ты будешь останавливаться». у нас, в моей семье. Я был так растроган. Послушайте, друзья, Бог желает благословить вас. Почему Он желает благословить вас? Чтобы вы были благословением. Не впускаете жадность. У вас уже 3 или 4 машины, а вы хотите 10. И когда Бог не позволяет вам купить 10-ю, Бог не печётся о моих нуждах. Я бедствую. Я помню, как однажды видел по телевизору проповедника, у которого не было ни рук, ни ног. И он проповедовал о радости. Когда я выключил телевизор, я сказал, «Оказывается, у меня вообще нет никаких проблем». Какие проблемы? У этого человека нет ни рук, ни ног. И он проповедует о том, что радость в Господе его сила. Представьте себе. Иногда нужно просто куда-то съездить. Хотя бы выехать из своего района, закрыть свою машину и прогуляться. Вам нужно проехать в автобусе, отнести еды нищим. На прошлой неделе мы дали служению на корме голодных воспользоваться нашими автобусами. Вот что нам нужно. Нужно побеждать Божьей любовью. Людей нужно любить. Людей нужно кормить. Людей нужно одевать. Нужно заботиться о людях. Зачем? Чтобы у Бога была причина благословлять эту общину большим. Аминь. Они были в пустыне 40 лет и ни в чем не нуждались. Но заметьте, они не покупали новую одежду каждую неделю. Знаете почему? Написано, что одежда, в которой они были, не ветшала. Обувь, которую они носили, не снашивалась. Вот о чем я говорю вам. У нас неправильное понимание того, что значит нуждаться. Даже если мне придется всегда носить один и тот же костюм, я не против, если он не потеряет вид и форму. Но кто-то скажет, мне нужен новый костюм. Почему? Потому что мне надоело носить один и тот же костюм. Представьте себе, как бы трудно пришлось в пустыне нашим модницам. Эй, Тэффи, как там у тебя дела? Я совсем забыл, что она тоже здесь. Я надеюсь, вы меня понимаете. Поймите меня правильно. Ладно, прошу прощения. Имейте правильное представление о том, что такое нужда. А что причуды? Ладно, Луки, 9 глава. Я хочу кое-что вам показать здесь. Иисус впервые отправляет 12 учеников. Он пытается научить их не бояться нищеты. Он пытается научить их тому, что Бог их источник. И Он позаботится о них. Итак, Он дает наставление 12 ученикам. Будем читать с 3 стиха. Луки, 9 глава, 3 стих. И сказал им, «Ничего не берите на дорогу. Ни посоха, ни суммы, ни хлеба, ни серебра. И не имейте по две одежды». Я делаю здесь паузу. А разве ученики Христа не должны быть бедными? Если бы они были бедными, Иисусу не пришлось бы говорить о том, чтобы они не брали лишнего. Ведь им нечего было бы взять. А Он сказал, «Не берите ни посох, ни сумку, ни хлеба, ни денег. И не берите костюмчик на смену». Четвертый стих. Четвертый стих. «И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Вы должны понимать, что здесь происходит. Ученики отправились в путь. Они отправились по двое. Иисус сказал им, «Не берите ни посоха, ни суммы, ни пищи». Никакой пищи. Это значит ни сникерсов, вообще ничего. Возникает очевидный вопрос. А что же мы будем есть? «Что мы будем есть?» «Деньги брать нельзя, пищу брать нельзя, даже посох, и тот нельзя. И не имеете по две одежды». То есть они отправляются в путь. Пищи у нас нет, денег тоже нет. Он сказал, чтобы они не брали по две одежды. А значит, одежда у них была одна. Тот же самый Бог, который на протяжении сорока лет заботился об израильтянах в пустыне, теперь знакомит их с Иеговой Ирой. Так как же у них все это получилось? Я и сам хочу это узнать. Они отправились в путь налегке. Какие истории и какие свидетельства мы с вами услышим после этого путешествия? Давайте откроем Евангелие от Луки, 22 главу. Евангелие от Луки, 22 глава. 35 стих. Давайте прочитаем 35 стих. Готовы? И сказал им, «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали, «Ни в чем». «Я отправил вас с пустыми руками, потому что хотел, чтобы вы поняли, я в состоянии позаботиться о вас сам». Дальше мы читаем, «Теперь, когда вы поняли, в ком источник вашей жизни, пусть тот, кто имеет мешок, возьмет его, так же и сумму. А у кого нет, продаст одежду свою и купит меч. Теперь вы знаете, что Иегова Иры может позаботиться о вас. Они ни в чем не имели недостатка». Существует сила, помазание, которое может восполнять наши потребности. Давайте скажем, я никогда не буду нуждаться. «Повернись, скажи, вы никогда не будете ни в чем нуждаться». А теперь повернитесь к кому хотите и скажите, «В моей жизни не будет ни одного дня, когда бы я нуждался». Посмотрите на меня и скажите, «Я больше не боюсь». Я больше не боюсь нужды, потому что если Бог смог позаботиться об израильтянах на протяжении 40 лет, если Он смог заботиться о 12 учениках во время их путешествия, то Он точно позаботится и обо мне. «Я больше не боюсь». Я не знал, где взять деньги на еду, но я больше не боюсь. Я не знаю, откуда возьмутся деньги на ботинки, но я больше не боюсь. Я больше не боюсь. Что ты теперь сможешь сделать, дьявол? Я больше не боюсь. И что ты теперь сможешь? Я больше не боюсь. Что можешь? Ты ничего не можешь. Ты ничего не можешь, потому что я больше не боюсь. Ты можешь выступать по телевидению, на страницах газет, но я больше не буду на это обращать внимание. Я буду читать это, а здесь написано, что мы победители. Я больше не буду нуждаться. я больше не буду нуждаться первое послание фессалоникийцам 4 глава давайте сгоним на 12 стих первое послание фессалоникийцам 4 глава 12 стих чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались ни в чем не нуждались из этих слов следует что жить ни в чем не нуждаясь вполне возможно более того это божья воля давайте откроем книгу псалмов 33 11 мне нужно двигаться быстрее что-то я слишком затягиваю псалом 33 11 скимны бедствуют и терпят голод а ищущие господа не терпят нужды ни в каком благе в расширенном переводе это звучит так молодым львам не хватает пищи и они терпят голод а тот кто ищет бога кто советуется с господом и всегда послушен ему по его слову не будет испытывать недостатка ни в чем ни в чем аллилуйя это то что вы делаете вы ищете бога вы здесь чтобы искать его мудрости вы здесь и тем самым вы говорите я молюсь я поклоняюсь тебе я живу по слову твоему я верю тебе я уповаю на тебя ибо говорит вам вы ни в чем не будете нуждаться потому что вы ищете меня в этой истине мы видим подсказку что нам нужно делать давайте поговорим вот о чем нам нужно понять как победить нужду давайте откроем книгу пророка оси и четвертую главу если вы можете найти книгу иова идите левее оси 4 глава 6 стих оси 4 глава 6 стих послушайте через минуту я попрошу вас выписать то чем вы нуждаетесь то есть что составляет вашу нужду нужно ли вам заплатить за квартиру или вам нужна новая работа в чем вы нуждаетесь мы будем разрушать эти нужды оси 4 глава 6 стих истреблён будет народ мой за недостаток ведения так как ты отверг ведения то я отвергну тебя от священодействия предо мною и как ты забыл закон бога твоего то и я забуду детей твоих еврейское слово переведенное в этом стихе словом истреблён правильнее было бы перевести словом отрезан бог говорит мой народ будет отрезан из-за недостатка знания я не хочу чтобы вы были отрезаны от божьего обеспечения лишь потому что вы не знаете о нем многие люди не имеют и малейшего представления что бог обращает внимание на наши нужды бог говорит вы отрезаны потому что у вас нет знания сегодня мы кое-что узнали сегодня мы кое-что поняли но многие люди прозябают отрезанные от божьего обеспечения потому что не знают и не верят что бог и их обеспечитель давайте откроем книгу иисуса навина 18 главу 2 стих кто из вас верит что все мы христиане имеем наследство посмотрите на 2 стих из сынов же израилевых оставалось семь колен которые еще не получили удела своего я не знаю кто из вас пришедших сюда не получил своего удела но я покажу вам почему эти семь колен не получили своего удела возможно это поможет вам понять почему вы не получили своего удела наш удел уже дан нам но несмотря на это очень многие люди не получили его прочтем следующий стих и сказал иисус сынам израилевым долго ли вы будете не родить подчеркните это слово не родить долго ли вы будете не родить о том чтобы пойти и взять в наследие землю которую дал вам господь бог отцов ваших долго ли вы будете не родить долго ли вы будете не родить они не получили свое дело из-за своей нерадивости они ленятся взять то что им дано что значит не родить не родить значит лениться не заботиться не родить не спешить поверить нерадивость это лень медлительность сонливость нерадивость это подверженность влиянию я говорю вам о том что вы никогда не будете ни в чем нуждаться но придя домой вы встречаетесь со своей тетей которая будет влиять на вас и она скажет не слушай ты этого проповедника вот я например мне много чего не хватает на вас легко оказать влияние и это тоже нерадивость плохая сообразительность и нерасторопность и так как вы не понимаете что лишь избавившись от нерадивости вы сможете получить свой удел то вы и не верите даже сейчас когда я проповедую о том что Бог наш источник он желает избавить нас от нужды какие мысли у вас в голове да я понимаю что ты хочешь мне сказать но ведь ведь но ведь это нерадивость в вере вы не спешите верить Богу вы идете домой и даже не думаете об услышанном вы медлите это нерадивость я знаю множество людей которые так и не получили своего исцеления потому что так и не узнали Божьей воли для своей жизни и все из-за своей нерадивости если мы не разберемся с собственной нерадивостью то она будет удерживать нас от нашего наследия мы проживем свою жизнь в нищете при этом имея права на изобилие все потому что мы нерадивы второзаконие двадцать восьмая глава двадцать восьмая глава они не получили наследие из-за своей нерадивости да не будет так с нами аминь и так второзаконие двадцать восьмая глава седьмой стих написано паразит пред тобою господь врагов твоих восстающих на тебя одним путем они выступят против тебя а семью путями побегут от тебя кто из вас хотел бы чтобы враги бежали от вас семью путями что такое враг это то что нам противостоит кто из вас согласится что нужда это тоже враг нужда это тоже враг я не уверен что убедил вас кто из вас согласен что нужда это тоже враг то есть вы не возражаете если я отнесу нужду к категории врагов аминь позвольте мне прочитать еще раз что может произойти с вашими врагами паразит пред тобою господь врагов твоих паразит пред тобою господь нужду твою видите что я только что сделал паразит пред тобою господь нужду твою прямо перед вами сегодня перед тем как вы пойдете к своим машинам ваш враг нужда будет поражен и нужда могла прийти к вам одним путем но побежит от вас семью путями я провозглашаю во имя Иисуса что дни нужды и бедность прекратятся до конца этого служения возможно вы задаете себе вопрос как это возможно ангелы божьи поднимают свои крылья они готовятся вступить в бой за помазанников божьих я жду чего-то сверхъестественного я не ожидаю что это произойдет естественным путем это будет работой святого духа вы скажете это дело рук святого духа как это чудесно здесь написано будет поражен прямо перед тобой я покажу вам пример и мы перейдем к делу исход 12 глава это последний отрывок из библии на сегодня после этого перейдем к делу перейдем к делу исход 12 глава 13 стих и будет у вас кровь знамением на домах где вы находитесь и увижу кровь и пройду мимо вас и не будет между вами язвы губительной когда буду поражать землю египетскую и да будет вам день сей памятен и празднуйте вон и праздник господу во все роды ваши как установление вечное празднуйте его я попрошу вас кое-что сделать я хочу чтобы этот день вам запомнился я хочу чтобы вы взяли лист бумаги и написали на нем все то в чем вы нуждаетесь не выбрасывайте этот лист бумаги возьмите его домой положите его туда где храните свои счета пусть этот лист бумаги лежит там где он будет попадаться к вам на глаза так вы будете вспоминать этот день день когда нужда была сокрушена я не говорю о нужде только в сфере финансов я говорю о любой иной сфере возможно здесь есть девушка которая думает я готова выйти замуж так где же он запиши его в этот список запиши его нужда может быть разной я не хочу чтобы вы в чем-то испытывали нужду кто-то возможно задает вопрос а можно поменять старое на новое мне бы другого а этот действует мне на нервы нет не искажайте истину лучше попросите бога обновить того кто у вас уже есть итак дамы и господа я верю в бога я верю в силу в имени иисуса христа я верю что если ничего не делать ничего и не получится я верю в то что нужно сделать шаг из лодки и пойти по водам невозможности я верю в то что нужно уповать на бога я верю что не нужно ставить окружающие обстоятельства выше того во что я верю я верю что бог придет мне на помощь когда я сам не буду знать что мне делать я верю богу он может обо мне позаботиться он сможет позаботиться обо мне потому что он смог позаботиться об израильтянах в пустыне и 12 учениках иисуса он просто должен позаботиться обо мне ведь написано что иисус вчера сегодня и завтра тот же я верю богу я хочу пробудить вашу веру чтобы вам не казалось это еще не конец все будет хорошо кто-то может сказать мой бизнес в упадке это может быть исправлено не удивляйтесь когда дела пойдут на поправку и вам будут говорить получилось получилось просто скажите это господь прославьте господа позвоните грешникам и скажите им смотрите что сделал господь готовы поднимитесь возьмите этот листок бумаги и разложите его в левой ладони чем мы это здесь занимаемся делом брат делом положите его в левую ладонь вот так вот так ага слава 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 аллилуйя 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 а теперь поднимите правую руку вот так это ваш молот повторите за мной во имя Иисуса я видел в Божьем слове что Божья воля в том чтобы я больше ни в чем не нуждался ты обеспечивал израильтям 40 лет ты позаботился о 12 учениках во время их путешествия и теперь Бог ты будешь обеспечивать меня если вы принесли Библию откройте второе послание Тимофею первую главу второе послание Тимофею первая глава мы продолжим разговор о том как преодолеть страх нищеты как не бояться оказаться в нужде сегодня вторая часть этой темы второе послание Тимофею первая глава я буду читать 6 и 7 стих вы готовы? читаем по сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий который в тебе через мое рукоположение ибо дал нам Бог духа не боязни но силы и любви и целомудрия я верю что данный Богом дар который мы должны возгревать в себе это дар любви Библия говорит о том что совершенная любовь изгоняет страх поймите вы можете доверять Божьей любви поверьте в то что Бог любит вас хорошо что вы любите Его но вы должны быть уверены в том что и Он любит вас если вы не уверены в Его любви то вы не поверите и тому что Он говорит вам в 7 стихе написано что Бог не дал нам духа страха но силы или способности достигать результата Он дал нам любовь и здравый рассудок он не дал нам духа страха мы уже говорили о том что если вы будете мириться со страхом то заразите свою веру если вы чего-то боитесь то это заражает вашу веру очень важно это понять когда вы в какой-то сфере вашей жизни даете место страху то тем самым открываете дьяволу дверь в вашу жизнь если вы не хотите дать ему доступа в вашу жизнь вы должны изгнать всякий страх из своей жизни Богу нужна ваша вера чтобы он мог явить свое царство а дьявол нуждается в вашем страхе чтобы проявлять себя в этом мире там где страх там сатана там где страх не может быть Бога там где вера там и Бог он может совершать свои дела вера и страх действуют на основании одних и тех же законов слушайте внимательно страх это не что иное как зараженная вера когда вы позволяете страху существовать хоть чуть-чуть хоть в какой-то одной сфере вашей жизни вы тем самым даете дьяволу доступ в свою жизнь страху не должно быть места в вашей жизни повторите за мной страху не должно быть места в вашей жизни с ним нельзя мириться кто-то скажет для меня страх это движущая сила страх плохая движущая сила когда вами движет страх однажды вам придется за это расплачиваться вы должны быть осторожны кто-то сказал страх располнить помог мне сбросить лишний вес но теперь когда вы похудели страх сделает вас параноиком который постоянно думает о том как бы вновь не набрать лишний килограммы страх делает вас рабом людей вы начинаете выполнять странные процедуры вызываете рвоту после обеда и так далее и все потому что ваше похудение было мотивировано страхом все основанное на страхе будет извращено все основанное на страхе в конечном итоге обратиться против вас бояться нельзя и вот о чем я бы хотел начать говорить с вами сегодня мы понимаем что там где есть страх там есть и неверие неверие и страх идут рука об руку если вы осознаете чего вы боитесь то узнаете в каких сферах жизни вам не хватает веры найдите это неверие разберитесь с ним и вы избавитесь от страха в той сфере жизни где вы испытываете страх обязательно будет недостаток веры помните что страх которым дьявол больше всего хочет наполнить сердца верующих это страх что сказанное богом в слове не исполнится страх номер один которым он хочет наполнить вас он хочет чтобы вы боялись что сказанное богом не исполнится если вы боитесь что ваши нужды не будут восполнены значит вы не верите тому что написано в послании к филиппийцам 4 19 бог восполнит все мои нужды по богатству своему славе если вы боитесь что умрете от болезни значит вы не верите что ранами его вы исцелились там где есть страх нет веры неверие и страх идут рука об руку неверие страх и гнев также связаны друг с другом гнев это выражение ваших страхов или сомнений если вы замечаете в себе гнев или неверие то знайте что это связано со страхом человек легко заявляет я ничего не боюсь но если вас убедили что сказанное в божьем слове не является истиной то значит теперь вы боитесь что сказанное в библии не исполнится если вы боитесь чего то то через страх вы открываете дьяволу дверь в вашу жизнь а уж он то не замедлит нанести вам урон он воспользуется вашим неверием страхом или гневом я хочу чтобы вы были честны с собой я хочу чтобы вы честно признались себе в своих страхах так легко сказать да я верю но я боюсь это невозможно значит вы не верите если вы не верите значит вы чего то боитесь вы сомневаетесь если вас что то пугает значит вы в чем то сомневаетесь и не верите дьявол стремится заставить вас усомниться в божьем слове что значит усомниться это значит подумать иначе то есть вы говорите что верите в божье слово но тем не менее позволяете ситуации развиваться в противоречии с тем во что вы верите вы начинаете думать иначе вопреки вашей вере так было с Петром он шел по воде но потом взглянул на волны увидел что кругом вода и его вера улетучилась он допустил другие мысли знаете что бывает когда вы допускаете иные мысли ваша вера слабеет то есть она была сильной в начале но быстро выдохлась ей не хватило выносливости выносливость это когда вы стоите на своем даже в трудные времена если вы послушаете новости просто включите телевизор и вы увидите как людей заражают страхом вам говорят о том сколько людей потеряли работу сколько компаний закрылись о боже им нужно как то на это реагировать разве не пора предложить пакет стимулирующих мер для экономики а вдруг я буду следующим и вот вы возвращаетесь домой нервный что случилось я могу потерять работу ты получил об этом уведомление нет так почему ты думаешь что потеряешь работу все остальные теряют работу и мы будем следующими нельзя допускать этот страх нельзя впускать такие мысли поймите тот кто в нас сильнее того кто в мире вы должны понимать что вы не такие как все остальные у вас есть преимущество помазания у вас есть то чего нет у других у вас есть божье слово у вас есть святой дух у вас есть помазание божье благословение на вашей жизни то есть чтобы не происходило вокруг вас знайте что бог уже все спланировал так чтобы ситуация обратилась вам во благо послушайте нужно разобраться с теми сферами где есть неверие мы должны разобраться там где нам не хватает веры я хочу кое чем поделиться с вами это ответ это ответ на вопрос что делать когда ты бедствуешь ужасно нуждаешься что делать когда ясно понимаешь что тебе не хватает чего то кто из вас бывал в подобной ситуации мы все бывали вместе под названием нужда однако из этой ямы можно выбраться нужно только поверить нужно преодолеть страх я покажу вам как перейти от нужды к изобилию я покажу вам это на основании божьего слова это не трудно но поверите ли вы в то что я вам покажу или вы испугаетесь что это не будет работать вы меня понимаете кто из вас готов покинуть место проживания под названием нужда давайте откроем Евангелие от Иоанна 6 главу 6 глава Евангелия от Иоанна нет воли божьей чтобы вы пребывали вместе под названием нужда нет воли небесного отца чтобы вы пребывали в нужде это не божья воля для вашей жизни божьи благословения приносят в вашу жизнь перемены рост но тем не менее многие не верят Богу они предпочитают решать все сами но как быть когда мирские методы не работают когда рушатся основания мирских инвестиций что делать когда вы сталкиваетесь с нуждой в жизни каждого человека будет момент когда он не сможет справиться с чем-то сам и обратиться к небесам попросит Бога о помощи я буду читать из Библии я надеюсь что вы сможете это усвоить прямо сейчас если нет тогда отложите на полку не злитесь на меня и не уходите из церкви потому что не можете принять сказанное это не значит что я не прав я прав я хочу предложить вам кусок хорошего мяса если вы не сможете проглотить его сейчас отложите его на время кто-то скажет разве это не высокомерно я уверен что прав потому что я был вместе под названием нужда и я сделал то что я сейчас покажу вам и перешел от нужды к избытку аминь и это не связано с деньгами церкви это на тот случай если вас спросит мама вы меня слушаете вы готовы покинуть место под названием нужда я не слышу я не слышу радости я слышу ну ну ладно посмотрим посмотрим ну ладно я не хочу говорить в пустую нужно захотеть вы должны хотеть этого вы должны говорить бог покажи мне я больше не хочу влачить жалкое существование надоело мне всегда не хватает денег чтобы платить за квартиру мне надоело экономить на еде мне надоело что мне не хватает денег на одежду мне надоело нужда первый стих и она 6 глава после сего пошел иисус на ту сторону моря галилейского в окрестности тивериады за ним последовало множество народа потому что видели чудеса которые он творил над больными кто из вас знает что нужда подобно полезне иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими приближалась же пасха праздник иудейский иисус возведя очи и увидев что множество народа идет к нему говорит филиппу где нам купить хлебов чтобы их накормить говорил же это испытывая его ибо сам знал что хотел сделать иисус хотел испытать как поступят его ученики он уже знал что делать но хотел посмотреть что будут делать они он их испытывал он хочет посмотреть что они будут делать будучи стесненными в средствах далее в 7 стихе написано филипп отвечал ему им на 200 динариев недовольно будет хлеба подчеркните слова недовольно будет им на 200 динариев недовольно будет хлеба чтобы каждому из них досталось хотя понемногу то есть в служении иисуса настал момент нужды филипп сказал что у них есть 200 динариев но этих денег не хватит чтобы накормить всех собравшихся этих денег недостаточно мы видим нужду недостаток один из учеников его андрей брат симона петра говорит ему здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки ну что это для такого множества иисусу говорят что есть один мальчик у него с собой хлеб и несколько рыбок но потом они подумали что этого не хватит для такого количества людей то есть мы ясно видим они столкнулись с нуждой вы тоже с этим сталкивались получаете счет за свет на 80 долларов а у вас только 20 вам нужно заправиться на 20 долларов а у вас есть только пять с половиной и вы говорите пойду куплю себе шоколадку потому что на бензин мне все равно не хватает вы допустите ошибку шоколадка не сделает вас счастливым смотрите что происходит дальше как же быть как быть когда сталкиваешься с нуждой есть 200 динариев но и этих денег не хватит чтобы дать хоть немного хлеба каждому нашли парня у которого есть две рыбки но разве этим накормишь такое количество людей как быть ведь люди разбегутся что делать смотрите дальше иисус сказал велите им возлечь то есть давайте наведем порядок на этом месте велите им возлечь было же на том месте много травы и так возлегло людей числом около пяти тысяч в это число не входили женщины и дети можно смело говорить что там было около 20 тысяч человек что было дальше читайте одиннадцатый стих иисус взяв хлебы здесь задержимся что сделал иисус он взял хлебы он взял этот хлеб я думаю что речь идет о тех хлебцах которые были у мальчика пять лепешек и две рыбки и иисус взял их иисус взял еду этого мальчика кто то спросит а что в этом особенного вы должны понимать кто взял этот хлеб иисус взял хлеб что было после того как он его взял кто то скажет ну и что что он взял иисус взяв хлебы и воздав благодарение рождал ученикам а ученики возлежавшим так же и рыбы сколько кто хотел и когда насытились когда насытились то сказал ученикам своим соберите оставшиеся куски чтобы ничего не пропало и собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов оставшимися у тех которые ели друзья мои судя по этим словам они уже не испытывали нужды у них было еды в изобилии я может быть что то упустил но я уверен что произошло нечто когда иисус взял в руки эти хлеба ваш биржевой брокер не скажет вам то что сейчас скажу вам я иисус живой и он может превратить нашу нужду в избыток минуточку это рассказ иоанна давайте прочитаем как об этом пишет Матфей оставьте здесь закладку Евангелие от Матфея 14 давайте начнем с семнадцатого стиха Евангелие от Матфея 14-17 давайте прочтем семнадцатый стих вместе вслух они же говорят ему у нас здесь только пять хлебов и две рыбы он сказал принесите их мне сюда вы это видели? иисус сказал принесите их мне иисус сказал принесите принесите что? принесите то чего вам и так не хватает придите ко мне со своим недостатком и велел народу возлечь на траву и взяв пять хлебов и две рыбы возрел на небо и благословил что он сделал? Иоанн пишет что он воздал благодарение а Матфей говорит что он благословил если что-то благословлено это имеет большую силу иисус добавил нечто к этой пище он благословил ее он наделил то что взял в руки силы процветания он наделил ее успехом способностью достигать результата в библии написано он благословил и преломив дал хлеб ученикам а ученики народу и ели все и насытились и набрали оставшихся кусков двенадцать коровов полных а евших было около пяти тысяч человек кроме женщин и детей и так это был рассказ Матфея давайте прочтем рассказ об этом Марка скажите нет места страху другому скажите я больше не боюсь Марка 6 Марка 6 стих сороковой начнем с 38 стиха Марка 6 38 но он спросил их сколько у вас хлебов пойдите посмотрите они узнав сказали пять хлебов и две рыбы тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сели рядами по сто и по пятидесяти он взял пять хлебов и две рыбы возрев на небо благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим чтобы они раздали им и две рыбы разделил на всех и ели все и насытились и набрали кусков хлеба и остатков от рыбы двенадцать полных коробов было же евших хлебы около пяти тысяч мужей вернемся к евангелию от Иоанна складывается ощущение что есть нечто одинаковое во всех трех евангелиях и вот что это такое недостаточное количество пищи оказалось в руках Иисуса о Иисус нечто произошло между моментом когда было недостаточно и вдруг стало более чем достаточно и это произошло когда пища была в его руках друзья мои он взял эту пищу он благословил ее он передал ее своим ученикам заметьте когда он ее взял она не была благословенной он взял ее благословил и когда она попала в руки учеников она уже была благословлена когда ученики раздавали эту пищу собравшимся она уже была благословлена и когда люди ели эту пищу они насытились могу представить себе что они даже объедались потому что еды было с избытком слава богу друзья мои я докажу вам что этот принцип действовал до того как пришел Иисус итак слушайте меня внимательно ваш бухгалтер этого не поймет ваш биржевой брокер поставит это под сомнение возможно ваши родственники возразят но я не засну сегодня зная то что я знаю и не рассказав вам лишь потому что сомневаюсь поверите ли вы мне или нет послушайте меня пожалуйста когда вам чего-то не хватает то есть вы видите вот это у меня есть и вы понимаете что этого недостаточно то знайте это не урожай а семена для посева если вы видите что у вас что-то есть но вам этого не хватает этого недостаточно знайте это не урожай а семена для посева то есть друзья мои что делать семенами их нужно посадить их нужно передать в руки Иисуса если у вас есть два с половиной доллара а вам нужно 80 долларов чтобы оплатить счет за электричество найдите благословенное место куда можно посеять эти деньги посейте в помазание и вы увидите изобилие я бросаю вам вызов попробуйте сделать это сегодня но для этого нужна вера если у вас трудные времена и вам нужна Божья помощь вы должны поверить ему он не может действовать если вы не верите ему он не может действовать если вы пребываете в страхе возьмите эти два с половиной доллара возможно эти деньги кажутся вам ничтожными и те две рыбки были ничем но как только они попали в руки Иисуса то этими рыбками накормили около 20 тысяч человек возьмите то чего вам и так не хватает и вложите это в его руки позвольте ему превратить это в избыток я не могу сделать это за вас вы должны сделать это сами убедитесь в этом сами мы строили это здание нам не хватало несколько миллионов долларов которые мы должны были внести во время следующей оплаты нам не хватало брат крыс сколько 2-3 миллиона долларов через две недели откуда они возьмутся нет таких инвестиций которые бы приносили такой доход за столь малое время как получить такие деньги у нас на счету в банке было 700 тысяч долларов этих денег нам все равно не хватало мы не хотели прекращать строительство потому что для его возобновления потребовались бы большие средства и вот мы сняли 700 тысяч долларов с нашего банковского счета эти деньги не были урожаем это были наши семена мы взяли эти деньги и нашли церковь в нашей стране которая строила здание примерно нашего размера и мы посеяли эти деньги в этот помазанный проект прошло две недели я до сих пор не могу объяснить это у нас было не только то в чем мы нуждались но у нас было гораздо больше больше бог начал действовать в нашей церкви мне кажется это движение началось с моей жены она сказала я отдаю всю свою зарплату люди начали отдавать свои месячные зарплаты возвращали купленные машины и приносили деньги в церковь куплю позже божье дело нужнее и стало происходить невероятное я не знаю откуда пришли все эти деньги но когда мы въехали в это здание это было не только промоленное здание но и здание полностью оплаченное почему? Бог взял то чего нам и так не хватало и превратил это в избыток я не знаю я не знаю сколько лет я должен прожить чтобы доказать вам что Иегова Ира все еще жив что Эль Шадай все еще жив что Бог избытка все еще жив но Он ждет когда вы поверите но Он ждет когда вы поверите Субтитры создавал DimaTorzok